меня зовут а я сегодня мы поговорим о возрождении видов 98 процентов видов живых существ которые когда-либо были на нашей планете они уже вымерли и сейчас наступает еще одно вымирание очень массовая называемого цена вот и причина ему человек не катаклизмы стихийные бедствия лишь ними прочее от человек мы уничтожили довольно таки много живых существ по оценкам ученых за проследние 500 лет это около 900 видов уже умерли и в ближайшее время еще на грани исчезновения еще несколько тысяч допустим странствующего голубя которого были миллиарды особей мы уничтожили охотой сумчатый волк нам мешал заниматься разведением овец хотя на самом деле это не подтвердилось маврикийский дронт нам ничем не мешал но мы привезли на маврикий кошек которые их просто съели поскольку он не летал новозеландские муа и стеллеровая корова они довольно таки большие животные поэтому мы их просто съели а китайский речной дельфин байдзы не выдержал нашей экологии и река янзы стала настолько грязная что он просто не смог выжить и так воскрешение видов это процесс ну как бы с английского de-extinction или resurrection biology у нас нету термина который был бы эквивалентен этому понятию потому что у нас это довольно таки не развита вот это процесс создания организмов которые похожие или генетически соответствуют животным которые когда-то обитали на нашей планете но вымерли или похожих животных и так когда было первое успешное воскрешение видов с научной точки зрения из коммерческой кто-нибудь знает да все знают конечно же мы все это помним это принесло около миллиарда долларов это было очень успешно и с научной точки зрения тоже мы получили целых живых динозавров вот но возможно ли такое создать настоящий в реальности есть несколько процессов есть несколько видов скажем так воскрешение видов первые это где доместикация вообще с английского табак вели у нас опять таки нет пока еще такого термина то селективный метод селекцией одомашнивание мы выбирали те признаки которые были нам выгодны то есть тут и это тур он прародитель всех всего рогатого скота крупного который нас есть то есть коров и он не существует середина 17 века мы можем эти черты которые в нем были то есть рога окрас все это где-то есть в среди живой популяции нам просто надо их найти методом селекции отобрать это довольно таки длительный процесс не все осталось популяции но в принципе можно вывести животное которое было бы очень похоже натурой в принципе желудки этим занимается сейчас ученые в голландии следующий вариант это глонирование или метод соматического переноса известный нам благодаря овца долли в нашем организме есть грубо говоря два вида клеток это половые клетки которых один набор хромосом и соматические 2 при клонировании мы изымаем из яйцеклетки ядро изыма берем любую клетку организма которую мы хотим клонировать из него тоже изымаем ядро там уже есть два набора хромосом ставим их рядом бьем током они сливаются опять бьем током и эта клетка она забывает все что с ней было то есть она теряет грубо говоря свою спецификацию и становится опять эмбриональной клеткой из нее развивается новый организм в принципе все просто относительно этим методом был воскрешен вид один единственный на 10 минут это перенейский козерог букарда мы их тоже уничтожили благодаря ну я так думаю из-за вот этих красивых рогов которые красиво смотрелись у кого-то на стене в гостиной и перед тем как умерла последняя самка сели я ученые взяли мне генетический материал и уже через три года сделали клон создали правда у него был дефект легких и он прожил всего лишь 10 минут поэтому букарда это не только первый воскрешенный вид но и первый вид который вымер дважды все мы помним и знаем из газет из новостей эти сенсационные истории нашли идеально сохранившись тело мамонта там нашли тело мамонта в котором даже есть жидкая кровь но как бы застывшие вещество похоже все мы уже сейчас клонируем мамонта хочу вас расстроить в любом таком теле живых клеток нет нам нужно именно живая клетка которая смогла бы из которой смогу получиться эмбрион поэтому клонировать мамонта мы не сможем вот следующий вариант этого создания генома да мы можем отобрать материал секвенировать его уже сейчас методы это позволяют и как бы на основании этого уже создать такое животное как нам надо для этого сначала мы поговорим о древней днк я говорила что в этих телах которые вот старых них нету живых клеток но днк тоже разрушается сразу ну как бы после смерти есть энзима которые у нас в организме они занимаются вот именно уничтожением днк плюс еще бактерии очень много факторов солнечный свет ультрафиолет тепло вода это все негативно влияет на днк и поэтому из этой длинной длинной молекулы которые вот если поставить все хромосомы длинными кусочками получается она разрывается на короткие короткие фрагменты и у нас вот геном там три три с половиной тысячи нуклеотидных пар но у нас те фрагменты которые мы получаем они длиной там 30 50 100 нуклеотидов попробуйте из этого собрать то что нам надо это довольно таки проблематично но мы все помним вот с успешного клонирования девяносто третьем году динозавров где есть днк правда это в янтере но хочу вас разочаровать в янтере днк нет по последним как бы изучением по всем попыткам не могли извлечь днк из янтеря поскольку он довольно полистый туда попадают микроорганизмы и бактерии которые съедают днк и плюс он образуется в довольно жаркой среде поэтому как бы днк нет никакого шанса более того был исследован копал это предшественник янтеря довольно таки небольшой древности относительно новые так скажем и в нем тоже не было днк лучшим источником днк являются кости зубы волосы или шерсть вы опять-таки скажете ну отлично у нас есть столько костей динозавров сколько угодно но кости динозавров это окаменелости у камней нет днк поэтому мы не сможем клонировать динозавра и самая старая кость которой которые нашли днк это 700 тысяч лет динозавры жили 65 миллионов лет назад не повезло нам с динозаврами посмотрим что же мы можем даже если мы возьмем эту старую кость секвенируем геном получим много информации но в ней не будет полностью вот если бы взяли у меня волосы секвенировали там было бы 99 говоря процентов моей днк здесь у нас идет мы можем сравнить днк мамонта допустим до 45 процентов это очень хороший результат потому что когда к примеру там неандертальцев изучали там процент днк неандертальца порядка одного процента ну то есть очень мало дальше там непонятно непонятные вещи вообще непонятно откуда оно там взялось бактерии человек собака прошедшая мимо там или принес эту кость все что угодно может быть ну кроме днк самого мамонта поэтому процесс воссоздания генома похож на собрание пазла в котором три миллиарда кусочков там три с половиной может быть больше половины кусочков нету еще большая часть вообще есть другой коробки ну и у нас нет картинки по которой мы могли бы его собрать потому что мы не знаем окончательно вот именно как выглядел мамонт вот вот сто процентов его геном мы не знаем довольно таки сложный процесс и чтобы секвенировать весь геном с нуля мы должны понимать что все что мы секвенировали вот все что мы сделали это это не живая клетка это просто набор а г т и c причем в цифровом варианте то есть его еще надо синтезировать упаковать в хромосомы хромосомы в ядро и соответственно уже начинать делать малипуляции дальше с ним это довольно таки сложно что же мы можем сделать мы можем сделать умнее мы знаем что к примеру мамонт отличается от слона индийского слона она одну сотую проценту на 1 мы можем взять те именно части которые отличают их и в этом месте вырезать слона и вставить мамонта все просто у нас есть для этого технология называется крест показ 9 теоретически просто но рассмотрим именно этим занимается джордж черч в гарварде с его группой они определили в принципе чем отличается мамонт от слона соответственно это гемоглобин то есть который может переносить кислород в более холодной температуры низкие температуры это маленькие уши дабы не было потери тепла сильная это жировая прослойка и естественно шерстистая часть должна быть если внести только вот эти изменения в геном что в принципе возможно можно создать мама ну все уже когда завтра у нас уже должны быть мамонты но не все так просто во первых если это будет выглядеть как мамонт будет ли это на самом деле мамонтом то есть да вот это вот версия 20 насколько она является мамонтом на самом деле будет являться мы это не только наша генетика да то есть это не только это последний последовательность а г т и ц это еще и внешнее влияние внешней среды да то есть внутриутробное развитие окружающая среда социальная все это тоже на нас влияет и соответственно вот это существо родиться будет развиваться в слоне будет подвержена гормонам слона будет иметь бактерии слона жить в социуме слона вопрос насколько это действительно можно ли назвать его мамонт ну и случае с мамонтами допустим нас есть еще одна небольшая проблема это время поскольку для того чтобы слон был половозрелый на самка это приблизительно 10-12 лет плюс еще два года на то чтобы родился мамонтен скажем так да там еще есть много технических проблем которые сложно решить но это только вот первое поколение нас будет один он бедный одинокий несчастный мамонтенок который не будет ну то есть он не может жить со слонами потому что его он живет в холодном климате слоны живут только в теплом и ему нужно естественно какой-то социум в котором он мог бы жить это еще проблемы которые мы смог должны решить но это в принципе в будущем как мы можем использовать все эти технологии зачем еще люди занимаются вот изучением всего этого в сан-диего калифорнии есть замороженный зоопарк так называемый вот в таких вот емкостях хранится днк животных которые либо уже вымерли либо на грани вымирания там очень много генетического материала который можно было бы использовать и для клонирования в том числе то есть это очень хорошо сохранившиеся чтобы нам не пришлось потом опять секвенировать геном по костям которые мы где-нибудь найдем там есть вот это белый северный носорог их осталось три без нашего вмешательства без нашей помощи они не выживут и мы можем это в принципе сделать потому что их геном секвенировать можно легко вот 40 северо-американский черноногий популяция довольно таки большая но относительно но у них маленькое генетическое разнообразие и соответственно они подвержены некой болезни поэтому мы можем привнести генетическое разнообразие из образцов которые у нас есть и в замороженном зоопарке или в музеях ну или другие и тогда и мы спасем данную популяцию от вымирания более глобальные зачем нам клонировать раньше мамонты жили в тундре степи это не нынешняя тундра это очень довольно таки богатая экосистема которая похожа скорее на саванну по биоразнообразию там были тысячи мамонтов шерстистых носорогов олени и бизонов лошадь там очень много животных было почему что же изменилось на самом деле влияние мегафауны довольно мало было изучено но сейчас есть подвижки в этом направлении и как же влияет мегафауна на окружающую среду в якутии есть заповедник называется плестоценовый парк у сергея зимова и он там занимается разведением туда привезли ее оленей и лошадей и бизон но ему не хватает мамонтов он говорит что вот и было бы либо мамонты были бы вообще было все отлично и на некоторых частях он пускает туда животных на некоторые нет вот здесь это ранняя весна и тут мы видим что здесь уже есть зеленая трава на той части нету поэтому мегафауна она просто с помощью больших животных они перекапывают как перетаптывают почву разносят семена валят деревья кустарники и это помогает экосистеме быть более биоразнообразным поэтому есть смысл все-таки возрождение мамонта он есть это не просто посмотреть и сфотографироваться с ним но существует другая проблема самый господствующий вид на нашей планете это человек где здесь в больших городах или еще где то где здесь жить мамонтом или миллиардом миллиардным стаем странствующего голубя согласитесь негде но тем не менее я считаю что для того чтобы нас в итоге не получилось вот так где единственным живым организмом будет человек мы должны сохранять биоразнообразие и способствовать возрождению или сохранению видов которые у нас есть или которые когда-либо были поэтому можем ли мы воскресить какие-то виды принципе да и технология развивается стоит ли это делать ну на этот вопрос нам еще предстоит ответить вопрос вопрос мы касается вот ситуации с тем одиноким мамин мамонтом который появится насколько возможно реализация нескольких параллельных проектов короче для воссоздания сразу определенного социума короче как вариант и насколько это экономически напряжно это довольно затратно тем более что деньги на это практически не выделяются их берут с разных других фон ну как бы если ученые хотят этим заниматься есть организация ревайвен висту они больше занимаются странствующим голубям ну и вот джордж черчи они занимаются мамонтом есть несколько в японии исследовательских проектов по воссозданию мамонта у них у всех разные стратегии то есть если одни хотят все-таки найти живую клетку мамонта и пытаются делать все для этого другие хотят секвенировать полностью геном и воссоздать с нуля ждут когда это будет третий хотят до копипейст вырезать слона вставить мамонта у всех разные подходы и соответственно с координированные движения довольно таки сложно тем более что денег на это не выделяется мы не можем делать даже одного ну то есть как бы нам на пробу все равно надо сначала хотя бы 1 посмотреть будет ли это вообще мамонт вдруг это все что мы изменили а это все равно слон ну и и не когда то есть до или 10 минут и все надо хотя бы отладить вот этот вот механизм или усовершенствовать систему может быть мы просто сможем секвенировать весь геном я вам открою даже по секрету что весь геном не секвенирован ни у одного живого существа включая человека хотя были ну говорили что полностью секвенировали до конца нельзя у нас есть участки генома которые очень сложно поддаются секвенированию вот и поэтому это довольно таки сложный процесс который идет больше на энтузиаст да вот я вот хочу мне нравится мне нравится мамонта мне нравится вот маврикийский дронт и вот я хочу клонировать вот этого тот хочет клонировать вот этого и ну это так нравится не нравится больше а решить какой вид не то есть собраться всем каждый назовет какие-то свои причины то скажет что вот дронт они вот символ вымирающих видов их все знают второй скажет но мамонты нужны вон в плейстоценовом парке и как бы у каждого свои что но они всем нужны на и тем более есть такой психологический процесс люди выбирают вид для вас ну если спросить для воскрешения не потому что он будет полезный больше а вот классный да или вот большие виды они будут мамонт ну воскресил мамонта это понимаю а если воскресил какого-то там непонятную жабу голова стеки это не прикольно это неинтересно ну да ну вымерла она там ну ладно не нужно бы есть рыба трахусы которые они и все-таки проект лазарь их пытались воскресить они были очень интересны в плане того что они когда откладывали икру на плечинки самка их ела они развивались нее в желудке а потом она их отрыгивала уже маленькими жабками ну вот из-за этого собственно говоря и вы выбрали да просто посмотреть даже круто это прикольно поэтому да это больше эмоциональный такой момент вы сказали что все эти проекты идут ну там таком более энтузиастском ну как бы основе неужели никто не типа до сих пор не задумался о каком-то более не знаю меркантильном подходе к этому вопросу это же исполинские животные больших размеров короче даже такой вот низменной короче ну как то что-то типа такого ведь это шнука есть или какие-то экономические подоплеки для развития этого направления ну понятно типа там филантропская то заселить всю землю исчезнувшими видами короче но вот с такой вот точкой гранды выделяются преимущественно на то что может как-то помочь человечеству да то есть там исследование генома человека там какие-то болезни и так далее а вырастить мамонта его съесть ну во первых мамонт будет у вас подпадать под категорию гамма скорее всего то есть это тоже да это тоже вопрос а потому что ноги она модифицированный организм во вторых если это будет мамонта их будет несколько то сначала они будут попадать под защиту как вымирающий вид то есть вы не сможете его съесть вы не сможете там где он живет вы не сможете кататься на велосипеде гулять и ну ничего не сможете сделать потому что это будет территория на которой находится вымирающий вид и с этой точки зрения проще вырастить большую корову которую можно изменить точно также генетически чем мамонта ждать пока он там два года беременность потом соответственно когда он вырастет чеснуть еще подобные заклады как этот замороженный зоопарк и есть какие-то программы я чувствую про такую как сховище банк з зернами рослин на випадок каких-то катаклизм чтобы можно было видновать эти виды и чики кроме этого замороженного зоопарка спасибо ну даже безбергене там идет просто уже готовые семена да то есть их можно высевать здесь немножко другое здесь да и этот материал можно использовать да если у нас там какая-то бедствие будет не обязательно катаклизм может быть какая-то болезнь которая к примеру уничтожит всех коров вот так такое случилось у нас останется генетический материал мы сможем его принести как-то изменить и уже это будет оргина модифицированная корова но она будет иметь иммунитет есть ли еще кроме замороженного зоопарка в таких количествах насколько я знаю нет есть давка в лабораториях некоторых частных там есть некий набор потому что это довольно таки затратно и это целый скажем так это большая лаборатория больше как они зоопарк которая футуристическую то есть это на будущее неизвестно пригодится на не пригодится она сможем ли мы что-то из этого сделать или нет поэтому да нету профит выгоды пока еще не видно вы рассказывали насчет скажем так зоопарка где хранятся генетически вот этот вот материал который можно использовать впоследствии для выращивания разных животных там получение как долго вообще такой материал может храниться есть ли у нее какой-то срок годности скажем так ну как днк это не то что у нас вот он есть 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 а потом все экспирация ну как бы срок годности и стеки он операции рассыпался нет это постепенный процесс я уже говорю лекция зависит от условия окружающей среды да то есть в музеях есть там допустим или чучело могут быть которые довольно таки неплохом хорошем состоянии которые мы можем использовать а вообще вот самые древние днк из это 700 тысяч лет могли извлечь но обычно этого порядка до 100 тысяч лет можем таким оперировать но если будет в плохой среде находиться там где очень влажно очень жарко там светит солнце это через год там вообще можно ничего не обнаружить ну я сейчас больше говорю о полезной днк то есть до которую мы можем секвенировать определить к чему эти кусочки относятся потому что если там 12 нуклеотида они еще могут существовать но мы не сможем никогда понять в какой последовательности находятся поэтому вот полезная днк это около ста тысяч лет то есть я имею ввиду скажем так полезная днк где они именно хранятся как ну то есть как долго не может сто тысяч лет типа или как вообще ну в каких условиях их надо хранить я понимаю что заморозить заморозить пока они заморожены они могут сохраняться очень долго да все спасибо по поводу ГМО так зараз скрізь воно це ГМО є спори по поводу даже на бутылки водой топ пишут без ГМО у нас все без ГМО вода соль презервативы концерты даже но самое питание если люди нас поживают сами данные ци продукты нехай они за ГМО чи якийсь вплив на наш организм чи можно считать в деякий степень что мы сами себя изменяем с помощью этих продуктов если вы съедите вареное яйцо вы же не сваритесь ну как бы горизонтального переноса генов у животных нету поэтому как бы если рассматривать ГМО мы все ГМО то есть мы все ГМО мы все мутанты как бы это не было прискорбно для некоторых людей но мы все ГМО заберите меня пожалуйста я могу что-то сломать а мы все ГМО и процесс изменения да генетически это нормально это благодаря этому мы эволюционировали из из тех же гоминид мы постоянно меняемся просто селекция ни у кого не вызывает правда чего-то страшного это органика это все хорошо но когда мы методами селекции это очень долго что делают селекционеры они обрабатывают те же семена или радиацией или ну какими-то мутагенами то есть которые не всегда хорошие и когда это высеивается там большая часть умирает потом один вырастает или два которые нам нужно вот по вид по внешнему виду по фенотипу да вот он подходит но мы не знаем что там поменялось абсолютно так было несколько провалов допустим с картофелем делали идеальный сорт картофеля селекционеры вот вот все вот он красивый хрустящий идеальный а потом его выпустили на рынок его никто не проверял но это же селекция что там а там был уровень солонина в несколько несколько раз больше там это еще просто до сопутствующие мутации люди просто начали травиться когда мы имеем дело с ГМО мы сами изменяем геном мы точно знаем что мы делаем то есть если нам надо вот в этом месте мы знаем за что отвечает данный ген и как мы его должны изменить чтобы получить то что нам надо мы просто берем это и делаем это как брать двуручную пилу по дереву или скальпель это разные ну как бы это в принципе можно достичь одного и того же но усилия разные и очень много побочного материала который нам не подходит а с точки зрения биологии нету разницы скажем так между селекцией для вот для организма или мутации или генной инженерии нельзя с уверенностью сказать что вот это ГМО то есть если мы не знаем что там изменили конкретно вот мы не всегда можем сказать что это именно ГМО то а и Субтитры подогнал «Симон»